Сыктывкар 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 Денис Абышев, 10-й, Андрей Батырев, 12-й, Сергей Абрамович, 13-й, Николай Переверзев, 17-й, капитан команды, Иван Лобков, 19-й, Андрей Соколов, 41-й, Денис Неведров, 80-й, главный тренер команды, как я уже сказал, Евгений Осинцев, тем временем прозвучал стартовый свисток и о составе новой генерации. Александр Кригер, 15-й номер, Павел Хамутиньков, 22-й, вратари команды, Кригер, насколько мне не изменяет зрение, защищает ворота с февкарской кружины, полевые игроки, Виктор Прокушев, 4-й, Виктор Сосковецкий, 5-й, Владимир Чурляев, 7-й, Александр Каданев, капитан команды, 9-й номер, Копо, 10-й, Леонид Загороднев, 12-й, Денис Бурков, 13-й, Александр Симуков, 17-й номер, Жоэль, 25-й, Мариньо, 29-й, Павел Соколов, 33-й, Смол Гебадуллин, 77-й, старший тренер новой генерации, Игорь Маглебей. Ну и, конечно, о бригаде судей после того, как он чуть было не организовал контратаку в позиционном нападении сейчас новой генерации, и у меня есть время познакомить вас с судейской бригадой. Владимир Кадыков, судья сегодняшнего матча, Калуга, судья FIFA, второй судья Вадим Отерба, Ростов-на-Дону, судья Ассоциации Минифутбола России, третий арбитр встречи, Александр Салата, АФР, город Сергеев-Пасса. Инспектор встречи Виктор Анохин, Москва. Ну, с действующими лицами мы познакомились, и самое время обратить внимание на то, что происходит на площадке. И вспомнить о формате кубковых противостояний, это совсем иной формат, нежели формат чемпионата, и я тут начну с вашего позволения подключать наши трансляции сегодняшнего гостя. Наверняка, Артур, ты следишь за выступлениями новой генерации и знаешь о том, что в Тюмени сопликарцы одержали победу со счетом 4-3. Насколько этот результат можно назвать неожиданно, учитывая, что Тюмен дома является собой очень грозную силу? Да, результат действительно слегка неожиданно, но в принципе в один мяч победа в мини-футболе, мы знаем, что это преимущество совсем небольшое. Впереди целый матч, и все решится в любом случае сегодня. Начало у нас достаточно активное, сейчас Коко очень здорово обыграл своего оппонента и заставил того, что он нарушает. По-моему, это был Батарев, хотя я в данном случае могу ошибаться. И сейчас будет опасный штрафной удар на завершении второй минуты. Наверняка у мяча будет Бурков и Жуэль, это футболисты, обладающие сильным ударом. Впрочем, мы не исключено, что можем увидеть домашнюю заготовку. Артур, своим воспитанникам ты бы отсюда что предложил сделать? Я думаю, что отсюда бы попробовали бы разыграть все-таки расстояние небольшое, но чуть сбоку от ворота. Смотрим, Коко на исполнение! Но Цариный здорово сыграл. Вообще у Тюмени есть определенные проблемы с составом. Нету в заявке на сегодняшний матч футболистов, которые мы привыкли в составе видеть. Александр Уполев, Уполев, наверное, все-таки правильно. Отсутствует Артем Антошкин. Оба футболиста травмированы. Знаю, нету в составе сегодня Сергея Логина. Вот его отсутствие, к сожалению, причина. Его отсутствие мне, к сожалению, неизвестно. Но, думаю, что когда-то уже какая-то травма, поскольку всех сегодня, кого можно, Тюмень потянула из дубля. И вот, конечно, я понимаю, что Денис Абышев, которого, в общем-то, уже провожали, можно сказать, из большого футбола Суперлиги, сегодня у нас в составе. Он действительно может помочь или, наверное, его подтянули, может быть, с точки зрения психологической обстановки на скамейке. Я думаю, что больше второе. Недавно проходил матч в Ухте в рамках высшей лиги. Денис приезжал в составе команды из Шим-Тюмень-2 и выходил только в концовке встречи, когда команда разыгрывала пятого полевого. В основной рейтинг по ходу матча практически не выходил. Ну, действительно, Тюмень, два команды, выступающие в высшей лиге чемпионата России, она призвана готовить молодежь для основной дружины. И такие футболисты, наверное, как Денис Абышев, как и Олег Исаев, в этой дружине выступают в роли таких наставников, что ли, играющих, чтобы подсказать, подтянуть молодежь. Ну, в Сапиткаре такой командой является «Бумажник». Впрочем, там таких ребятек я, честно говоря, не вспомнил. Ты вспомнишь, потому что наверняка смешно воспитывание. Ребята 92-го года рождения, ребята там самые взрослые. В принципе, если их можно назвать дядьками, для некоторых ребят они дядьки, а таких, как Абышев, конечно, Исаев. А ну вообще нужны молодой команде такие ребятки? Тут палка в двух концах. Наверное, есть плюсы, но есть минусы. Очень-очень сложно размышлять. Я думаю, что тренерский стаб и Шимкин М2, там достаточно опытные люди работают. И они, наверное, лучше знают, нужны им такие игроки или нет. Я думаю, в целом, они картины не портят. Тем временем игра у нас откровенно подуспокоилась. Несмотря на то, что тюменцы прессингуют, острых моментов ни у тех, ни у других ворот по большому счету не было. Трудно сказать, какой игровой формат изберут команды. Новой генерации играть по счету, Артур, как уже досказал, смысла, наверное, нет. Потому что действительно преимущество в один мяч достаточно скользкое. И в любой момент может испариться. Наверное, имеет смысл сказать о том, что святых карцев устроит, естественно, победа, любая ничья. И даже поражение в один мяч при условии, что это поражение будет 0-1, 1-2 и 2-3. При 3-4 мы увидим дополнительное время и пенальти. И если поражение в один мяч будет крупнее, то преимущество будут иметь сегодня гости. Вот это вкратце о раскладах и о том, кому что сегодня нужно от результата. Ну, вряд ли, Артур, мы увидим, что Тюмень бросится совсем уж с шашкой на голо. Или стоит сразу ошарашить соперника? Я думаю, что не будут они бросаться вперед, спокойно, планомерно. Ну, мы видим, что прессингуют. В принципе, возможно, так сыграет им целый матч. Но скамейки-то большой нет. То есть, если, как правило, в Тюмени играют с полной заявкой 14 человек, сегодня мы видим всего лишь 11, из них 2 вратаря. И есть несколько, целый ряд дублеров. И 3 дублера, да. Что касается новой генерации, то в целом у команды проблемы с лазаретом серьезных нет. На трибуне только Сергей Чуйков и причиной тому перебор своего рода легионеров. В команде, напомню, что только 3 футболиста не с российским паспортом не имеют право выступать в течение одного матча. Даже не столько с одним паспортом, а футболисты не ищут. Игравший за другие команды, это вот случай как раз с Чуйковым, несмотря на то, что гражданство у Сергея Российского, выступать он не может. Ну и три регионера в новой генерации. Это Жуэль, Туко и Мариньо. Действительно, в последнем матче это трио выглядит очень и очень неплохо. И именно поэтому наверняка Игорь Маглебеев сегодня сделал ставку вот именно на эту троицу, оставив вне заявки именно одного из ветеранов новой генерации, и Сергея Чуйкова. Вообще новая генерация в последних матчах выглядит очень и очень неплохо. Две победы над Спартаком в последнем туре чемпионата серьезно укрепили позиции сыктывкарской дружины в чемпионате. Она поднялась на девятую строчку. И в прямой видимости от нее восьмерки плей-офф Норильский Никель и КПРФ от Норильского коллектива. Сыктывкарский отделяет всего одно очко, от Московского два. Соответственно, вся борьба за плей-офф впереди, и все ожидания от выхода новой генерации и ее возможное попадание в восьмерки укрепляют еще тот факт, что в ближайшие матчи сыктывкарская дружина будет играть с прогрессом, который так и до конца не может освоиться. В суперлигии и в домашних стенах новая генерация вполне может рассчитывать на шесть очков. И тогда ситуация в турнирной таблице для сыктывкарской дружины станет еще более приятной. Вновь бросаем взгляд на паркет. По-прежнему у нас не так много опасных моментов, хотя темп, мне Артур кажется, достаточно приличный. Темп приличный, но игра идет в центре поля, практически без ворот, вратарей максимум участвуют в атаке. А вот, наверное, первый момент. Да, более-менее опасный момент. Вратарей участвует только в подыгрыше где-то, отыгрывается, а так практически в игру не вступает. Наверное, вскроет игру забитый мяч. Возможно, опять же, кем он будет забит, если забьет. Ну, если забьет генерация, мне кажется, что Тюмень окончательно начнет раскрываться. Вот если удача будет сопутствовать гостям, то скорее уже новой генерации нужно будет искать счастье в атаке, потому что играть на 0-1 или на минимальное поражение, это очень чревато. Зависит от установки тренеров, мы, к сожалению, не знаем. План наверняка на игру должен быть при таком повороте, при таком, что и как и делать. Ну, вообще, у Сыктывкарцев с приходом к рулю команды Игоря Маглебеева просматривается достаточно четкий план относительно состава. Практически не варьирует Игорь Маглебеев состав по ходу встречи. Достаточно четко сформированы четверки. Это, как я называю ее, Португала-Бурковская. Три португальца и Денис Бурков. И четверка, состоящая из футболистов, не относящихся к регионерам. Это Александр Каданев. Перед началом матча, кстати, Александра поздравили с рождением дочки. И зал бурно поприветствовал капитана новой генерации. Так вот, Александр Каданев, Виктор Прокушев, Александр Симуков и Павел Соколов. Эти футболисты закрепили за собой место во второй четверке новой генерации. И не очень любит Игорь Маглебеев эти четверки по ходу матча тасовать. Вообще, обращаюсь я к сегодняшнему моему гостю по трансляции, Артур. Вообще, вот игра четверками, она, как мне казалось, потихоньку уходит из моды в мини-футболе современном. Но вот в последнее время обращаю внимание, что есть действительно специалисты, которые привержены традициям игры, строгими квартетами. Да, действительно, генерация играет четверками. Я знаю, что вторая республиканская команда, представляющая профессиональный мини-футбол в Ишлиге, которая принимает участие, играет тоже строго четверками. Об Ухте идет речь. Да, Ухта, да, команда Ухта. В принципе, большинство команд в России используют именно такое. Все-таки сохраняются традиции игры четверками? В большинстве команд, да. Я, честно говоря, на скидку даже не вспомню, где игроки меняются по одному. Есть вариации в четверках, есть игроки из резервистов. Газпром, мне кажется, самый яркий представитель. Да, вот Газпром, согласен, да. Смотрим за очередной атакой тюменцев. Действительно, пока команды позволяют нам несколько отвлекаться от происходящего на паркете. Идет некая разведка. Девять с половиной минут сыграли команды в первом тайме, пока счет по-прежнему не открыт. Нули на табло, как мне кажется, в полной мере должны устраивать новую генерацию. Пока определенный запас у сыктывкарской команды есть. Самое главное, у нее есть право на ошибку, но с тюменью, повторюсь, играть по такому скользкому счету достаточно чревато. Обе команды в чемпионате набрали неплохой ход, выдали неплохую серию. Если я сказал, что новая генерация поднялась уже на девятую строчку, то тюменцы уже крепко осели в зоне плей-офф. И сейчас располагаются на шестой позиции, имея в активе 41 очко и, как я уже сказал, неплохую беспроигрышную серию. Жоль на паркете, но арбитры матча показывают, что все в порядке, можно играть. Вообще игра очень корректная, но в любой момент, мне кажется, что тут может все вскрыться. И уж наверняка концовка матча, если будет некая интрига, получится жарко. Если команда будет идти мяч-мяч, как говорится, конечно, будет очень интересная концовка. Если какой-то команде получится сделать разницу в счете, тогда, ну, в принципе, опять же, мини-футбол, мы знаем, что игра, которая может перевернуться все буквально за одну минуту. Да, действительно, много примеров тому, что в мини-футболе никакая разница в счете не обеспечивает итоговую победу. Мы имеем в последнее время очень много драматических развязок и, опять же, возможность сыграть с пятым полевым. Ну, и все это придает мини-футболу дополнительную изюминку и дополнительный интерес, конечно. Вот сейчас новая генерация в прессинг вступила. Ну, а Александр Кригер, естественно, в лучших традициях. Мануэля Нуэра, как уже принято говорить, играет частенько за пределами штрафной площади. Ну, вот эта традиция, наверное, уже плотно вошла в мини-футбол. Я не первого вратаря вижу, который активно подключается. Ну, тут важно, чтобы вратарь-то ты владел хорошо умением играть ногами, что как раз Александр демонстрирует, он и несколько голевых передач отдал. Ну, гол. Мы все помним. Ох, какой удар! И сейчас медицинский персонал сразу же должен появиться на паркете. Денис Бурков слету пробил и не успел даже в руки взбросить и как-то повернуть голову царины. Мне кажется, сейчас серьезное повреждение может, дай бог, чтобы обошлось без сотрясения мозга. Потому что удар у Буркова с правой, ну, вот в данном случае, не дай бог, каждому. Показывает, по-моему, врач, что будет замена. Замена будет у нас вратаря. И сейчас продолжаем смотреть, что происходит с Ариным, но не факт, что будет замена. Ну, врач показал, Роман, и игрок пошел в скамейки, тоже показал, что замена. Сейчас будет пауза. Футболисты смогут немножко отдохнуть. И самое главное, царинный придет в себя. Ну, все в порядке, мне кажется, все-таки с Александром царином. И не потребуется замены. Вратарь, к слову, да, это единственный, Артур, игрок, из-за которого матч могут остановить и подождать. Будут ждать, да, если у нас пока не придет, не приведут в порядок его врачи, либо будет нужна замена. Без вратаря игру не начнут. Ну, вот пауза. Затягивается. Действительно, удар был очень сильным. Но с царинным все в порядке. Он готов продолжить игру. Можно только поаплодировать мужеству Александра. Действительно, прилетело ему очень и очень серьезно. Но в данном моменте он действительно ценой этой ошибки спас свою команду. А, в принципе, в запасе у Тюмени только очень молодой Аркадий Сытик. Он в заявке даже за команду Тюмень 97-го года рождения. Да, вот Артур уже успел найти в интернете заявку Тюмени, потому что посмотрели в Ишиме. Нет, в Ишиме он не заявлен. И вот за Тюмень 97-98 оказывается заявлено Аркадий. И сейчас бы ему пришлось в такую мясорубку выйти. По крайней мере, потенциальную мясорубку. Что проверка называется боем была бы для молодого парня. Но думать обошлось. Стоит поаплодировать Александру Царинову, потому что удар-то пришелся очень плотный. И он нету не ожидал. Посмотрим, как сможет он отойти. Ну да, дай бог, чтобы все для него обошлось. И Александр действительно отделался только легким испугом. Батарев с мячом пытается выиграть сейчас Маринио. Но Маринио очень цепкий футболист. Может быть, впереди он поначалу в новой генерации играл не так ярко. Хотя в последних матчах немного забивает и отдает. Но вот цепкостью он отличался с первых минут своего появления в составе новой генерации. Вторая четверка у Сыктывкарцев на паркете. Павел Соколов с мячом. Виктор Прокушев, Александр Каданев и Александр Симуков. И царинный показал, что он в игре отошел от попадания. Но не отошел от игры. Розыгрыш Виктор Прокушев. Пристрелочная попытка. Мяч уходит выше ворот. Пока первый тайм проходит спокойно, размеренно. Еще раз можно сказать, что команда играет практически без ворот. Или даже сказать наоборот, с оглядкой, собственно, воротом. Возможно, так, да, аккуратно, не рискуя. Все понимают, что цена забитого мяча в этом противостоянии достаточно высока. И времени рисковать, время рисковать еще не пришло. Помимо нашего матча еще три четверть финала, естественно, у Кубка России имеются. Два из них уже завершились. Знаем мы двух полуфиналистов. И сейчас, после окончания атаки новой генерации, которая, в общем-то, и закончилась, я вам расскажу о том, как прошли ответные матчи в Норильске и Югорске. Именно поединки в этих городах уже завершились. В Норильске Норильский Никель принимал Алмаз Алроса из Мирного. Единственного представителя высшего дивизиона первенства России. Напомню, что первую встречу норильчане выиграли достаточно уверенно на выезде со счетом 8-3. И домашний поединок выглядел, как многим кажется, формальностью он в полной мере не стал. Алмаз одержал победу в первом тайме. Однако в итоге норильские футболисты оказались сильнее, с минимальным преимуществом. Одержали они победу 5-4 и обеспечили себе участие в полуфинале. А соперник норильского Никеля определится как раз сегодня в Сыктывкаре. Тем временем второе нарушение. Это Абрамович сфалил на Симукове и принес своей команде второй фол. 2-0 по этому показателю. Что касается Югорска, то Газпром Югра на своем паркете принимал Синару. И в этом матче Югорчанин выглядели очень и очень уверенно. Одержали победу 7-1 после ничьи в Екатеринбурге. И тоже гарантировали себе полуфинал. Сейчас Александр Кригер был закрыт Абрамовичем. И неприятно было, некомфортно ему находиться за спиной 13-го номера Тюмени. А робко из-за нее выглядывал. И как раз вот в этот момент прилетел мяч. Обошлось для хозяев. В общем, два финалиста, прошу прощения, два полуфиналиста у нас уже известны. Сейчас мы смотрим за тем, как определяется третий. А чуть позже, полдевятого по московской времени, в 20.30, начнется трансляция противостояния Динамо и Сибиряка. Матч будет очень интересный. Все любители футбола смогут посмотреть трансляцию. Наверняка на сайте Ассоциации мини-футбола России встречаются команды, лидирующие в чемпионате. Сибиряк находится на первой строчке, Динамо на третьей. В первом поединке была зафиксирована ничья. И вот теперь подмосковные футболисты на домашнем паркете будут наверняка стараться оставить Сибиряк за пределами кубка. Ну а Сибиряк к лидерству в чемпионате наверняка не прочь добавить статус полуфиналиста. Возвращаемся на паркет универсального спортивного комплекса. Здесь у нас по-прежнему 0-0. И вновь пока особых голевых моментов нету. Много борьбы. Можно кому-то Артуру отдать преимущество в этой борьбе? Ну разве что небольшое преимущество у Тюмени. Но собственно это объяснимо. Они проигрывают. Им нужно искать в большей степени счастья в атаке. Но преимущество минимальное. Если оно и есть, то... Ну опять же зачастую бывает, что команда имеет территориальное преимущество. А это позволяет сопернику остро контратаковать. Ну как правило так бывает всегда. Потому что команда, тратящая много времени на позиционные атаки. Соответственно сзади немножко не хватает игроков. И соответственно соперник имеет возможность для контратак. Ну вот сейчас позиционная атака как раз новой генерации. Решили немножко видимо отсидеться тюменцы в обороне. И у сыктывкарской команды есть время для атаки. Коко, Бурков, Мариньо и Жуэль. В составе сыктывкарцев подбирают ключи к защите тюменской дружины. Батарев, Переверзиев, Милованов и Лапков четверка гостей. Угловой удар. И Бурков по традиции движется не торопясь к углу площадки. 16.30 сыграли команды. Коко под левой. Удар. Мяч вылетел из подзащитников. Но Царины там уже внизу. Руки держал на готове. Действительно, видимо, Артур. Лотарь. Уже забыл о этом нокауте, мэкдауне и вернулся в игру. Да, сейчас он показал, что был готов к удару. Правильно выбрать позицию прежде всего. Коко справа разыгрывает уголовой. И, возможно, что будет какая-то домашняя заготовка. Риньон. Да, так и получается. Но получается, что не получается. С пикарской дружины разыграть. Хотя было заметно, что мы что-то придумали. С пикарской. А сейчас вот быстрый контр-отрыв. Три в одного. И, пожалуй, первый по-настоящему провал в защите новой генерации. Но затянулись передачи. Очень медленно. Почему-то показалось, что проходила эта атака. Можно было побыстрее разбежаться. И не хватило ширины в левую сторону. Показалось, что игрок немножко подзадержался. И вот этот веер, он на одну сторону раскрылся, а на вторую нет. Хотя, конечно, футболисты в Кемении футокнули. Классные. И разыгрывает такое преимущество. Атаки, наверное, должны более уверенно. Ну, сейчас генерация могла свою атаку тоже провести побыстрее. Но не стали рисковать. Перешли в позиционное нападение. Можно было попробовать ошибку Друков. И Коко подстраховал. Ох, как здорово развернул Коко. Это нарушение правил. И, естественно, сейчас Владимир Кадыков подзовет к себе Ивана Милованова. Я думаю, что ограничиться разговорами. Там ничего серьезного особо не было. Но, с другой стороны, в численном большинстве, наверное, атака бы проходила у сыктывкарцев. Впрочем, действительно, Владимир Кадыков уснут внушением. Ограничился. Заканчивается 18-я минута. 3-0 по нарушениям. 0-0 по счету. Это то. Результат промежуточный. Пока устраивает, напомню, сыктывкарскую команду. Которая впервые в своей истории, в случае успешного результата, пробьется в полуфинал Кубка. Очень близко сыктывкарцы были какой-то год. Год точно не вспомню, но четвертьфинал с «Алмазом Алоросом». Артур, ты помнишь? По-моему, в позапрошлом году. Нет, это было значительно раньше. И тогда ничья в «Мирном». Я помню, как-то уже в трансляции вспоминал тот матч. Сейчас Прокушев выпинует мяч за пределы поля, потому что в игровом моменте попал он то ли рукой, то ли плечом в лицо Абрамовичу. Но без нарушения правил момент был действительно игровым, и поэтому нарушение не было зафиксировано арбитрами встречи. Так вот, очень близко сыктывкарцы были от полуфинала. На домашнем паркете они встречались с «Алмазом» и «Алоросом». Тогда сыктывкарцам нужно было победить, потому что в «Мирном» была ничья. Но вот в «Мирном» была ничья 2-2, в «Сапикаре» 4-4, «Алмаз» провел потрясающий игру. Бол, какой шедевр от Александра Симукова. Александр Симуков и поздравляет Александра Канонева с рождением дочки. Крутым планом действительно посвящено празднованию рождения дочки капитана. Александр Симуков, я знаю, Артур, ты прекрасно знаешь этого футболиста. Тренировался под твоим руководством? Ну, наверное, не совсем правильно будет сказать, что тренировался. Я работал в сборной с 93-го года рождения и привлекал его в сборную республики. Неоднократно он ездил с нами на турниры и, конечно, выделялся. Откуда у Александра любовь вот таким эффектным голам? Потому что действительно игрок с нестандартным мышлением и зачастую, может быть, зачастую он слишком красиво хочет сыграть. Но когда у него это получается, это действительно голы потрясающие. Я думаю, что все игроки, кому дано, кому кто может какие голы забивать в опасный момент. Денис Абышев появился на паркете, а сейчас какой момент? Ну, вот мне кажется, что игра потихонечку раскрывается. Александр Ходанев успевает подкатиться под него Денис Неведров. Игра раскрылась. Артур, сейчас посмотрим. Может быть, вот этот отрезок после гола будет поактивнее. Главное, чтобы не успокаивалось. Ну, прежде всего для болельщиков. Так вот, игроки, которым дано. Саша достаточно пластичный игрок. Всем, наверное, нравится, когда получаются эффектные голы. И мы знаем, что в Тюмени потрясающий гол забил Александр в первой игре. Да, ударом через себя. Я уже много в трансляциях говорил об этом мяче. Еще одна атака, точнее, уже контратака новой генерации. Удар, штанга выручает. Причем мяч-то попал, по-моему, с внутренней стороны штанги. Но, тем не менее, не скользнул за линию, а вылетел в поле. Да, вот интересно. Денис Абышев практически не играл за, так скажем, дублирующий состав. Команду Ишим Тюмень-2. И здесь вышел уже в первом тайме. Ну, возможно, Денис Асимцев решил, что нужен его опыт. А сейчас у Абышева был момент. А-ля Александр Симуков. Предположить, что было повреждение какое-то у Дениса. Возможно, на тот момент. А сейчас? Очень рано. Пятый полевой. Замена вратаря. Ну, не получается откровенно у Тюмени впереди. И поэтому, если не ошибаюсь, Переверзев одевает майку пятого полевого. И вот такой ход уже на 21-й минуте. Первого тайма. Своего рода вабанки Евгений Асимцев. Вот это первый тайм у нас. Говорили о том, что нету у нас опасных острых моментов. Что команды аккуратничают. Вот вам и аккуратничают. Один мяч и теперь пятый полевой. Выстрел Жуэль под удар Милованова подставляется. Но, опять же, теперь надо посчитать. Три мяча Тюмени нужно забивать. Для того, чтобы выходить в полуфинал. При условии, что свои ворота гости оставят в неприкосновенности. Баттери, Переверзев. Есть возможность подолгу контролировать мяч. И вот Артур... О чем может говорить этот ход? Что нужно... Тут палка о двух концах, на самом деле. Вот что скорее. С одной стороны, это возможность рискнуть пораньше, чтобы иметь возможность потом отыграться. Или же это признание того, что в позиционной атаке пока не получается. Я думаю, что здесь как раз где-то и то, и другое. Можно говорить и о том, и о другом. Потому что действительно моментов практически не создавала до этого команда Тюмень. А с другой стороны, три уже надо забивать. И возможно, ход тренера для того, чтобы в раздевалочку уйти, хотя бы чуть меньше преимуществом. Психологически было чуть проще. Но опять же, мне кажется, что вот такой ранний выход пятого полевого. Удар Баттери, мне кажется, уже был удар отчаяния. Потому что надо было пробить. Мне кажется, что такой ранний выход пятого полевого, прежде всего, дает возможность команде раскатывать мяч до верного, что называется. Поскольку в концовке зачастую такой возможности нет. Да, там нужно будет больше рисковать. А сейчас можно дождаться своего момента. Как говорится, потерпеть. Погонять защитников немножечко, чтобы они побегали, подустали. Кстати, защищается четверка, которую я в своих трансляциях частенько называю четверкой нападения. Вроде как противовес второй четверки, которая мною называется четверкой разрушения. А вот в этот раз защищались как раз португальцы и Денис Бурков. Жоль на партии четвертый шел. Но времени осталось не так много. И вероятность того, что дойдет дело до десятки не очень высока. Сейчас волонтеры уберут излишнюю влагу с паркета. И эта пауза не видится на пользу новой генерации. Есть возможность немножко передохнуть. Получить подсказки от тренера. Сейчас Игорь Маглебеев подсказал Коко о том, как надо играть. Интересно, на каком языке общается наставник. Хотя, возможно, что через переводчик. Но Коко ведь очень неплохо говорит на русском. То есть, основные фразы уже понимают. Ох, сейчас Кригер-то выносил. Очень опасно для самого себя и для команды. Иван Лобков накрывал вратаря. К счастью, мяч отрикошетил в сторону, а не в ворота. К счастью, для хозяев. И вновь пятый полевой. И вновь Иван Переверзев. Прошу прощения, конечно, Николай. Николай Переверзев. Капитан Тюмени. В желтой майке. Пятого. Батрев под право. Там сразу стеночка из двух футболистов. Жуэль и Бурков. Обрати внимание, как долго эта четверка на площадке остается. Да, не меняет ее уже. И после того, как мяч переходил к новой генерации. То есть верит в оборонительные способности этого квартета Игорь Маглебеев. Батрев протащил мяч до голового. И даже нашел момент прострелить. Но на пятачке там уже были только сыпьевкарцы. Абышев, конечно, обозначил борьбу. Но добраться до мяча было очень сложно. Заканчивается 24-я минута. 1-0. Точный удар Александра Симукова остается единственным голевым событием первого тайма. А вот сейчас прессинг. О новой генерации. Но Тюмени справился. Чуть ниже села с мячом. Чуть-чуть был момент, как мне кажется. Ох, какой сейчас у Переверзева момент. С полулета он убил мяч. На не совсем удобной высоте летел. Только чуть-чуть притормозил. Мне кажется, можно было из этого прессинга выжать немножко больше, чем это было на самом деле. Но боялся он выброситься. А что показывает арбитр? Гол. Действительно защитывают мяч, арбитры. И на самой линии стоит сейчас Владимир Кадыков. И он показывает, что Александр Кригер выбросил мяч таким движением. Киски уже из ворот. Денис Абышев действительно ветеран Тюмени. Не зря приехал в Сыктывкар, что называется. Есть еще порох в пороховнице. Не то слово. Это вот гол в раздевалку и 1-1. А ведь, я насколько понимаю, официально даже объявлял завершение карьеры Денис Абышев. Такое было, и если мне тоже не изменяет память. Кадровые проблемы привели к тому, что пришлось вернуться. Возвращаться. И какое возвращение получается. Вряд ли этому возвращению сильно обрадовались поклонники новой генерации. Тем временем, минутный перерыв берет Евгений Асинцев. Крупным планом нам показывают скамейку запасных Тюмени. И сейчас будут продолжать Артур использовать пятого полевого. Или все-таки перейдут на классику? Ну, не переодевается. Николай остается. Или нет, снял. Нет, снял. Вратарь снял Манишку, поэтому получается, что будут с основным вратарем, с Александром Цариным в воротах заканчивать. 29 секунд остается сыграть. В первом тайме счет пока 1-1 на гол Александра Асимукова с точным ударом колена, там, по-моему, в груди. Ответил Денис Абышев. Но, как говорится, гол не пахнет. Да, не имеет значения. Он оказался в нужное время, в нужном месте и замкнул прострельную передачу кого-то из партнеров. Опыт. Да, вовремя оказаться в нужном месте. В любом случае, голевой удар на счету Дениса Абышева и счет матча 1-1. По-прежнему этот результат устраивает сыктывкарскую дружину. При таком раскладе именно подопечный Игоря Маглебеева пройдут в полуфинал. Но 1-1 это уже для сыктывкарцев хуже, чем 0-0. Ну да, получается поближе к крупному счету. И, соответственно, право на ошибку становится чуть меньше. Заканчивается первый тайм. Думается, что сейчас, вот, думается, думалось, что ничего мы с вами больше не видим. Ну, Чухрия был полумомент. Первый тайм завершен, 1-1. И я вас уверяю, что все самое интересное после перерыва. Поэтому никуда не уходите. И через 10, ну, может быть, 15 минут возвращайтесь к своим экранам, чтобы досмотреть это увлекательное противостояние. Пока, отдыхаем. Еще раз здравствуйте, уважаемые любители мини-футбола. Возвращаемся мы на паркет универсального спортивного комплекса в Сыктывкаре, где через несколько секунд начнется вторая половина матча 1-4 финала Кубка России по мини-футболу, в которой встречается новая генерация Сыктывкар и Тюмень. Тюмень. Матч у нас ответный. А, соответственно, по его окончанию кто-то один отправится в полуфинал, а кто-то станет зрителем. И пока счет на табло устраивает Сыктывкарцев, счет, к слову, после первых 25 минут 1-1. И с моим гостем сегодняшней трансляции, Артуром Тулаем, мы продолжаем следить за противостоянием Сыктывкарей, за правом сыграть в полуфинале с норильским никелем, который это право уже получил. Сыктывкарцы сегодня забивают только красивые мячи. И Симуков в первом тайме и Жоэл на 16-й секунде. Второй половине сольный проход. И еще 2-1. Новая генерация вновь впереди. И вновь Тюмени. Для выхода в полуфинал нужно забивать 3, сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Первый тайм у нас Артур был очень насыщен. И я предлагаю тебе поделиться своими впечатлениями от первой половины. Насыщен он был в большей степени в концовке. Да, потому что поначалу команды действовали так, как в разведку сходили. Да, практически без ворот у нас проходила даже не первая половина, а две трети матча. И все это изменил гол Александра Симукова. После этого Тюмень стала играть поактивнее, выпустила, так называемого, гоняла пятого полевого игрока. И в самой концовке матча удалось счет сравнять. Сделал это Денис Абышев. Да, действительно, ветерану удалось подставиться, что ли, под прострел партнера по команде и занести мяч в ворота. Да, его оттуда попытался Александр Кригер таким черпачком кистью выбросить. У него это получилось. Однако арбитр встречи Владимир Кадыков уже указал на центр, посчитав, что мяч пересек линию ворот. Очень много разговоров на трибунах было относительно этого взятия ворот. Но справедливости ради, а мы всегда, наверное, с тобой будем за справедливость в этом матче, большая часть болельщиков, которая сидела у ворот новой генерации, склонялась к тому, что скорее мяч пересек линию. И судья оказался прав. Хотя с точной уверенностью, по-моему, не было таких, кто сказал, что да, однозначно. Все да, возможно, да, скорее да. Но в любом случае это уже момент первого тайма, а у нас вовсю идет второй. Да, добавлю только, что момент был очень непростой. И Владимир Кадыков находился в очень хорошей позиции. Находился прямо на линии. И, в принципе, оснований ему не доверять нет. Предлагаю, в общем, на этом закрыть тему взятия ворот Денисом Абышевым. И вообще тему первого тайма. Он уже сыгран. У нас, уверен, сейчас будет много всего интересного в тайме втором. Единственное, к чему хочется вернуться, вспоминая первый тайм, о том, что очень рано появился пятый полевой. Начал рассказывать уже. Очень рано появился пятый полевой у Тюмени. И вот именно, играя пятым, гости смогли отыграться. Сейчас же очень активно начали и те, и другие. Но Тюмень уже пропустила выпад. Жуэль очень классно сыграл за счет индивидуального мастерства. Прорвался к воротам и заставил Царинова второй раз в этом матче капитулировать. Ну что, снова пятого, Артур? Пока не видно. Я вот тоже мысль, у меня такая посетилась. И в концовке первого тайма при счете, когда проигрывала команду Тюмени, был пятый, почему бы сейчас не выпустить Гонялу. Но пока, пока майка лежит. Да, действительно, посматриваем мы на скамейку запасных. Прямо под нашей комментаторской кабиной находится эта скамейка у Тюмени. Нам все как на ладони видно. Идут какие-то переговоры между Николаем Переверзиевым и партнерами по команде относительно того, как же отыгрывать отставание в счете и как добывать себе путевку в полуфинал. Наверняка какие-то игры, которые забыли, разбирают. А их партнеры по команде сейчас в позиционном нападении, а хозяева готовы разрушать все и вся. Оставшиеся 22 минуты второго тайма. И сейчас, естественно, любая пауза в матче будет на руку спуткарства дружины. Время для Тюмени будет лететь, для спуткарцев стоять. И вот отсюда такие неторопливые атаки, которые начинает новая генерация. Аншлаг! На трибунах... Вот, Артур, ты выходил в перерыве на трибуны. Есть там свободные места-то вообще? Свободных мест нет, я скажу больше. Люди стоят в проходах, люди стоят наверху, так называемые балкончики. В два ряда и сегодня, конечно, больше, чем 100%. Огромный интерес к этому поединку, вообще огромный интерес к мини-футболу. Об этом не устаю я говорить. Какая передача на Абышева! И вы посмотрите, что творит Денис Абышев! А это ветеран. Ну, какой ему, Айшим Тюмень-2, его надо возвращать в основную команду и непрестанно выпускать на площадку. Не стареют душой ветераны, не стареют ногами ветераны. И посмотрите, что творит 10-й номер тюменской команды. Второй мяч в воротах новой генерации. Побывал после удара Дениса Абышева. Артур, попрошу тебя разобрать эпизод, что произошло с тренерской точки зрения. Я думаю, что ты делаешь это лучше. На самом деле, есть такие эпизоды, непонятно, что произошло, непонятно, почему игрок остался один. К сожалению, я не могу сказать, кто не доработал. Мне кажется, не поверили, что такая передача на Абышева пройдет. И открылся он здорово. Но, безусловно, это гол, в котором виноваты защитники, потому что так оставлять игрока. Ох как! И сейчас Симуков спасает, выручает своего тезку. Александра Кригера, потому что мяч-то уже катился в кусты и ворота, не зафиксировал Кригер удар. И успел подхватить игровой снаряд кто-то из тюменцев. Это, если я не ошибаюсь, Иван Лобков был. И пропихнул мимо Кригера. И не будь там Симукова, счет бы стал 3-2 в пользу Тюмени, совершенно очевидно. Но вот этот гол Абышева, который уже совсем нельзя назвать таким голом в нужном времени, в нужном месте. Абышев действительно сыграл классно, как Заправский форвард. И вот этот гол вдохновил, как мне кажется, футболиста в белой форме. Гол всегда придает каких-то дополнительных сил. И тем более мы знаем, что это противостоинство издает их с двух матчей. И пока генерация ведет. Так, а у нас еще один нокдаун. На сей раз прилетело Жуэлу. И прилетело это очень серьезно. Что в первом тайме удар Буркова принял на себя царинный. Что вот сейчас в голову прилетело от Батарева Жуэлу. Может быть, не так близко находился Батарев во время удара к Жуэлу. Но все равно, мне кажется, приятного очень и очень мало. Наверняка потребуется какое-то время сейчас, чтобы Жуэлу прийти в себя. И Батарев подошел и извинился. Хотя, в общем-то, вины, конечно, у него в этом моменте нет. Андрей и у поворота. В коем случае, естественно, не желал вывести из строя автора второго загинетого мяча в ворота своей команды. Вместо Жуэла на площадку вышел Симуков. И вот говорили мы в первом тайме о том, что не любит Игорь Моглебеев тасовать четверки. Но вот в такой ситуации он вынужден был сделать замену. И немножко видоизменить сочетание. Ну, вот, наверное, тот минус главный, Артур. Ну, вот как раз сейчас вышел, по-моему, Виктор Сосковец. Тоже, если я не ошибаюсь, Артур какое-то время тренировался под твоим началом. Здесь ошибаюсь. Здесь ошибаюсь. С этим возрастом не работал. 91-й год. Николай Николаевич Лавгородский работал с этим возрастом. Чуть младше, получается, он был 92-й. 92-й был, да, у меня. И 93-й, потом и 94-й сборная. Ох, какой удар от Буркова. Царины на месте. На сей раз он был готов к этому выстрелу. Ну, вот, начал Моглебеев тасовать четверки. Не от хорошей жизни, мне кажется, а потому что в дубле истроено какое-то время Жоэл. А посмотрите, Александр Кригер подключается к атакам. Ну, к выходу из-под трессинга. Каждый матч, да, используют они подключение и умение Кригера играть ногами. Ну, опять же, пока новая генерация контролирует мяч, идет время, которое играет на команду Сыктывкара. 6 минут, в общем, сыграно во втором тайме, не так много. Для Тюмени еще не все далеко потеряно. Два мяча отделяет подопечных Евгения Осинцева от выхода в полуфинал. Много было разговоров вокруг этого матча. Наверняка, приехав в Сыктывкар, тоже уже окунулся в атмосферу этого поединка. И, не знаю, как у тебя, у меня впечатление, что с такой опаской ожидали в столице Коми этой встречи. Все радовались успеху новой генерации в первом матче, но ждали очень тяжелой борьбы сегодня. Ну, безусловно, Тюмень очень неплохая команда. Здесь такой хороший сплав опыта и молодости. Единственное, конечно, мы говорили о травмах, это нельзя не учитывать. Но, тем не менее, даже в таком составе Тюмень представляет огромную опасность. Ну, вот, если бы не травмы, может быть, и не подтянули на четвертьфинал Дениса Абышева. Не бывает хода без добра. Да, так получается, что Абышев на фоне кадровых проблем появился в составе. И вот его такое возвращение неприятное для местной публики, местных футболистов. Александр Симуков получил запас вместо удара. Возможно, так планировал. Оттуда тяжело было пробить. В любом случае, был эффект в очень высокой точке Александра ловит мяч. И это придает дополнительный эффект ситуации. Ну, вот уже более привычное сочетание четверок на паркете, по крайней мере, в спивкарцах. Второй паркет Симуков, Соколов. Каданев и Прокушев, Абышев, Неведров, Чухрий и Переверзев. Это... Нет, не Переверзев, Абрамович на паркете. А это сочетание футболистов и Тюмени. По-прежнему не одевает майку пятого полевого Николай Кириверзев. Но, наверное, сейчас вряд ли не можем ожидать его выхода в желтой футболке. Но мы все равно, как бы, понимаем, что раз было в первом тайме, где-то вот сейчас с минуты на минуту должно быть это появление. Но появился он, когда Тюмень уступал. А сейчас счет мячейный. Играть еще очень много времени, два мяча. Тут может Осинцев не рисковать. Ну, вот ты сам тоже сказал, два мяча нужно забивать. Это достаточно многовато. Ну, посмотрим. Сыграли на данный момент почти восемь минут. Я думаю, что в минуте пятнадцатой точно будет пятый полевой. Ну, посмотрим на твой прогноз. Если счет не поменяется. Понятно. А что касается новой генерации, то роль пятого полевого обычно исполняет Денис Бурков. Но до этого с Апивкарцем пока еще очень далеко. Контроатака. Три в два. Но успевает вернуться Абрамович. И численного большинства, казалось, нету. Но нашли возможность с Апивкарцем освободиться от опеки. И, в частности, Александр Каданев здорово на дальней штанге открылся. И делал передачу на Александра Симукова. Мяч до того не дошел. Оба наставника не садятся. Оба наставника очень эмоциональны. И импульсивны. И постоянно находятся в игре. Они постоянно что-то говорят, что-то подсказывают своим подопечным. Я посмотрю, что Жоэл готов выйти на паркет. А значит, с ним в порядке. Слава Богу. Поэтому наверняка мы сейчас видим классическое сочетание четверки у новой генерации. И ремень в Тюмени позиционной натальки. Обещал я вам еще до перерыва рассказать о том, как проходила первая встреча этих команд. Лучше поздно, чем никогда. Все было очень интересно в Тюмени и захватывающе. Все тот же Симуков счет на матче открыл. Вообще Александра Крикоса двумя точными ударами. В той встрече, помимо него, головами отметились гружения, сможет, за атакой Симукова. Там Батарев в подкате. Классика. Мариня и Жоэл забивали в Тюмени в гостях. Абрамович, Неведров и Батарев. Это четверка. Мяч лег на ногу Ликару Крикоса. Когда Крикоса попадает, Артур, это всегда очень серьезно, согласись. Да, и добивание было неплохое. В принципе, даже, наверное, можно сказать, больше очень хороший момент был у Александра Каданева. Но не использовали сейчас. И вновь новая генерация садится в защиту, а Тюмени придется всплывать эту оборону. Вообще, Артур, если ты смотрел трансляцию из Пивкара, новой генерации, в общем, достаточно комфортно играть по такой фактической схеме. Ну да, неплохо обороняется, неплохо получается. И самое главное, очень здорово играет в контратаках, да. Садится в Пивкарце. Есть кому убежать, есть кому пробить. И обращался в трансляцию из Пивкара, что куда сложнее с Пивкарцем действовать, когда приходится сломать оборону, куда по счету играет напальню. только с мячом. Сейчас такая атакующая, особо атакующая, скажем, четверка у новой генерации. Посмотрим, что пока там. 10 минут тем временем сыграно. А во втором тайме счет 2-2, счет, который, повторюсь, устраивает. Кригер как далеко выходит. И мне на какую-то секунду показалось, что очень авантюрно он это делает. Немножко неудачно, да. Можно было сразу первым касанием играть вперед или ваут. Вот. У него получилось такой отскок, и мог воспользоваться нападающим умением. Мариньо на месте Царинный. Пытался между ног вратарю отправить снаряд Мариньо, но Мариньо Царинному не забил. Денис Бурков, Жоэл. Один в один против Абрамовича, но тому на помощь пришел Милованов, а вдвоем Большого Жоэла остановили. Футболисты Тюмени, хотя Абрамович тоже не махнет. Как он? Мариньо. Ну, ждать, что новая генерация будет атаковать позиционно и постоянно искать возможность обострить ситуацию, это не стоит делать. По той простой причине, что санкт-карцем, наверное, сейчас важнее не пропустить контравык. Бурков, удар, удар на удачу и мяч. Кридер, конечно, пропустит и дождется, пока кто-то покинет площадку. Кто-то лишние секунда-две. Мариньо сейчас при помощи Ивана Милованова сохранил мяч для себя. Мариньо. А Перекладина выручил. По-моему, у Денис Бурков был. Да, это он с левой ноги приложился. Он подошел к церемонию. А, выжили в голову тут? Да. А, ну, сейчас уже в нынешний раз перестраховываются, мне кажется. Сегодня летят снаряды. Если раньше говорили пули свистили над головой, то чуть не над головой, а в голову. Торопятся футболисты Тюмени. Обращаю я внимание на то, что Андрей Соколов появился на паркете. И, возможно, что сделал это впервые в сегодняшнем матче. По-моему, Артур, не называли с тобой фамилию этого футболиста. С такой характерной буквой «Д» в протоколе не матчится. Это будет еще один из дублирующего состава. А вот сейчас выяснение отношений. Это Чухрини с Марини что-то не поделили. Не поделили-то они мяч. Это совершенно очевидно. Другого повода. Повыяснять отношения у футболистов не бывает. Но сейчас Владимир Кадыков объяснит этому и другому. Как вести себя не сможет. Воспитательная работа проведена по фолам 1-1. В общем, игра у нас с ним грубая, согласись. Да, фолов очень мало. В первом тайме у генерации их вообще не было. Как бы не сглазить. Подтанцовывать, когда жарко начнется. Но мы говорим на данный момент по этому моменту. А сколько он не рискнул 1-1. Идти? Переоделся, Рома. Пятый полевой. Действительно, да. Все тот же, Николай, переверзит. И, как ты сказал, близко. Не 15-й, но близко. Даже раньше появляется. Я сказал, до 15-й точно. Он появится и на 13-й минуте матча. Прошу прощения, второго тайма. Николай, переверзит. Желтая майка. Вратаря. На половине поля новой генерации. И сейчас опять начнутся долгие розыгрыши. Есть такая возможность покатать мяч. У тюменской команды. Времени. Назвраться вагон. И сейчас не поняли себя друга футболисты, которые, наверное, должны понимать друг друга с полусова. Это Николай Переверзит и Денис Абышев. Они вместе сыграли очень много. А сейчас мяч идет по пустым воротам. А он перелетает. Рамку. Там больше, наверное, речи не понимания неточной передачи. Банально неточной передачи. В ту точку, которую отдавал Переверзит, уже пробежал. Абышев уже начал двигаться дальше. Ушел и вот в этот момент, куда ему последовали пас. Но виноват, как известно, Дайвич. А сейчас желтая карточка Денису Абышев будет и дьявлено мне почему-то кажется абсолютно прочим. И Владимир Кадеков уже потянулся в карман и сейчас достанет оттуда карточку желтого цвета и прияет ее Абышев совершенно справедливо. Как выглядит Абышев? Да, тут однозначно должно быть предупреждение, потому что до удаления недотягивших момент мяч уже отпустил игрок. Предупреждение получил Денис Абышев в момент 10-й команды. Очень опасно, поэтому... Ну, у нас эксперт, можно сказать, в этом плане, поскольку я все главные в студии Минифутбольной Лиги Севера. Знаю, что очень много работаешь с арбитрами, разбираешь матчи, делаешь нарезку каких-то спорных моментов. Ты действительно проводишь огромную работу именно по судействуешь. Смотрим за ударом! Коко! Тем более мы видим, что фол поставил дальше даже 10 метров. В принципе, есть такое негласное правило, что в трапеции, которая окончена на 10-метровой отметке, вот там пол наказывается красной карточкой, а тут было аж 12 метров. Ну, и мяч отпустил тут сразу несколько факторов. Мы больше не будем отвлекаться. Ну, в общем, у нас сложилось впечатление о том, что разобрался в студии совершенно верно в эпизоде, и поэтому Абышев, мне кажется, поспорил как для проформы, о том, что говорить о том, что там не было нарушений совсем, наверное, не приходится. Тринадцать с половиной минут сыграно во втором тайме. Быстрая атака одним пасом хотел вывести на ударную позицию Виктор Прокушев своего партнера, коим был Павел Соколов. Не удалось. И прессинг исполнения новой генерации. Это, наверное, связано с тем, что Соколов-карцев старается не дать выйти как раз Николай Переверзиум. А в майке пятого полевого, но тем не менее, аут меняется Александр Царинный с Николаем Переверзиум. Батарев под правой, но того кроет повреждение небольшое, как мне кажется, получил Александр Симуков, а еще и нарушение. Третье. Тюмени. 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 Первый путь кубка России по мини-футболу сезона 2014-2015 выходит новая генерация. На Буркова черпачок от Коко. И Гурков немножко помог себе корпусом. на усмотрение арбитр был рядом близко опять же как первым там есть нет основания не верить не доверять сейчас третье нарушение или поднята рука свободно артур экспертное мнение свободный удар даже я сейчас честно говоря управляюсь прокомментирую потому что была блокировка ну вот ставится блокировка но движение рукой ну давайте опять доверить потому что там очень очень опытный судья и наверное все таки честно говоря интересно было спросить как было расстрактован момент до вновь 5 полевой у тюмени прострел в доле какое там камни из бурков еще вчера стоял поэтому я честно не прошел накаляется атмосфера у нас и это сразу отразилось и на фалах в том числе на вы нас сыграл павел цоколов в сторону ворот на бросил выносил на удачу конечно вдруг ветер какой-то подбор и все-таки юрк нет за заветную линию не сабышев царя просто игровой практик получает ветеран сегодня в ударе и доверяет ему в день осень вот прессинг скоткарской дружины сказался да не смогли выйти со своей половины более того но обращаем на счет царинной не не очень активно подключается к выходу из-под прессинга возможно увереннее себя чувствует именно как он подлевай немножко непонятно что сейчас хотел игровую перед ним ну мне кажется мне кажется что в данном случае рассчитывает на то что пока мяч отскочит от миломанова это еще время время любая пауза сейчас на руку хозяевым лидер очень здорово в очередной раз передача нашей маринио того на кличах уже кто-то висел кого-то лапков был батарев огромный объем работы выполнять на раз сейчас его можно назвать из лидеров тюмени миломанов мариньо удары богате крегер не успевает поменяться переверзив и сейчас у новой генерации есть возможность проверить на прочность нового голки пера и поторопились с огромным желанием видимо провести эту самую проверку сейчас атаковали футболист новой генерации и забыли что мяч то нужно перевести сначала на половину поля соперника жил показывают арбитры что все пределах правил тюре ярдев в данном случае не столько вы не столько спас команду сколько правильно занял позицию ну выручил много успел поднять и в принципе удар то был достаточно сильным расстояние было небольшое большое да и молодец но в любом случае когда в воротах играет полевой игрок любое удачное действие конечно большая удача тем не менее зарабатывает новая генерация я обращаю на то что смена смены игр могли бы я проводится чаще и чаще очень короткий буквально по полторы минуты четверки проводят на паркете с чем связано вот именно в этой ситуациях только читаешь поддержать темп более высокий и плюс наверно все-таки накапливается усталость и сейчас очень интересно сочетание жуэл остался поменялись остальные нету смыкова дает симукова нету на паркете и причем не видно что он готовится выйти может быть какое-то повреждение но было небольшое повреждение в какой какой в одной из атак александр мне показал что мы незначительная но вот выходит он выходит он все в порядке с ним слава богу и продолжает позиционно атаковать в пять полевых умень 17 с половиной минут сыграно во втором тайме 22 по фолам 33 матче равенство а по сути пока супер-карская команда не преимущество матриф лаванов все ниже ниже садятся подопечные грима глибеева защиту 9 метров виктор прокушев вершину металла смысла артур решение в такой ситуации дергать игроков передающий мяч по периметру тот как ситуация зависит естественно как только пойдет плохой пас или бюро хатерин пиджи начнут играть поактивными что будут поджимать игроки обороняющихся команды сейчас подвинулся пытаясь перехватить передачу виктор прокушев на трех его сразу обыграет ну что произошло вадим мутербайк просит просит появится мальчика со швабра и мне показалось что просит выйти на паркет смогли бадулина про швабры нет просто без швабры выйти получить желтую карточку за что-то но нет на паркет вон туда не приглашали он подошел бы к нему ведь он являлся запасным ну как-то выделиться из запасных скажем так и может быть не на паркет нет на самом деле на так было бы интереснее пан со швабры его пригласил бы пошел бы трудно сказать продолжается матчи 18 с половиной минут сыгра на все чаще я посматриваю на табло встречи и второй раз сейчас здорово играет лобков а вот денис неведров свой момент то упустил очень странно выключились игроки генерации ну мяч уходил показалось им что уже покинет а вот уже надо играть просто из края это правило с первым тренировок наверно уже сказывается некая усталость и прописные истины матч разбивается на паузы очень много валерий васильевич белецкий что-то пытается объяснить владимир катухов ну эмоции переполняют действительно всех и мне кажется что чем ближе будет концовка сегодняшнего матча тем больше эмоций будет на паркете из на скамейки запасные и естественно на трибунах ван милованов сейчас разыгрывает мяч и вновь пятый полевой в исполнении тюмени и конкретном николая переверзла там немецкой дружины не уходит практически с паркетом и в качестве пятого полевого а вот какая не точная передача симуков какая карточка рода вот там было два защитника и мы все остальное что сейчас мы видим на экранах это эмоции это эмоции игроки перекрывали направлении удара и предыдущие получил николай как бы сейчас за разговоры не получили там ну надо успокоиться на самом деле футболистам эмоции пригодятся и тратить силы на возмущение гул трибун я предлагаю я предлагаю его больше не комментировать поскольку что какую бы сторонку сейчас не приняли в любом случае действительно момент на усмотрение судьи очень интересны для разбирательств в том числе и на судейских семинарах и экспертную оценку естественно ему отдадут и дадут люди которые в этом деле понимают как никто другим зато чуть немножко подзавелись болельщики гонят сейчас свою команду вперед были они недовольны ну когда болельщики довольны решением не в пользу своей команды хочется сказать что вот суперкаре относительно адыгарно тем временем тайм-аут и я вот так увлекся беседой 19 с половиной чемпионат россии а я позволю себе немножко отвлечься и рассказать о том что 9 и 10 февраля национальная сборная россии провела два товарищеских поединка со сборной польши и обеих встречах наша национальная команда продержала победу счетом 6-0 хозяева в первой встрече отмечились Кутузов, Батырев, Чешкала, Ромула, Батырев и Фахруддинов сегодняшний игрок в Тюмени Андрей Батырев провел два мяча в ворота Польши в первом случае а во втором матче забивал дважды Милованов и один раз перевезли и помимо этого дважды а если быть точнее трижды Эдерлина вот это авторы забитых мячей в ворота сборной Польши в товарищеских матчах где национальная команда одержала две уверенные победы возвращаемся на площадку универсального спортивного комплекса и теперь уже стараемся не отвлекаться от происходящего у нас здесь пока 2-2 у новой генерации есть одно одна возможность и одно право на ошибку у Тюмени мне кажется что уже нету такого права совсем и в новой генерации я думаю да в Тюмени достаточно ну наверное не без зуба но моментов немного возникает поворот на генерации ну вот сейчас при розыгрыше пятого действительно старта какая-то есть при игре 4 на 4 что называется действительно сегодня подопечный Евгения Синцева создали совсем немного хотя и сыпьевкарцы не сказать что постоянно тревожили Царинова но им в общем не так надо ну да по сумме двух встреч впереди и идет уже тактическая такая борьба вновь Царинный ускорился на скамейку запасные Батрив очень интересно передачи отрезал сразу несколько сыпьевкарцев вот Баса дал очень удачный Батрив бросился вновь добывать себе игровой снаряд и пятый фол попроще сейчас будет новой генерации играть у соперника нету права для активного крессинга пятый ноги шестой ноги должны открывать да как Артур говорится Батырев Суетан успел только подстраховать не будем комментировать Тюмен замена вратаря он без повтора не разобраться действительно в этом эпизоде опять же обрати внимание что арбитр в данном случае Вайни Моторба был непосредственно близко и в принципе особо и не спорили это тоже достаточно много как говорит Батырев и Ломанов сейчас таких эпизодов будет очень много у нас Грухов Батырев на площадке он с нее не уходит Абышеф 21 30 сыграна во втором тайме ну вот усталость уже усталость у Переверзи уже очевидно есть небольшая небольшая неточность в передачах да я бы сказал Роман большая неточность очень много ошибок у Тюмени ну очень устал Николай видно это даже сейчас как тянулся он к мячу даже не столько движения к нему сколько пытался дотянуться сэкономить немножко силы потому действительно лидеры Тюмени сегодня проводят очень много времени на паркете новой генерации Прокушев Мариньо Бурков и Соколов разрушают добывают путевку в полуфинал 3 минуты до окончания этого матча и нас ждет интересная развязка ничего не ясно в этом поединке два мяча в мини футболе забиваются за 20 секунд не новой генерации об этом помнить очередная ошибка не дотянулся в этот раз до мяча переверзив и Виктор Прокушев просто довел игровой смотря до ворот ну что устали уже уже совсем устали да очередная ошибка привела к тому что Виктор Прокушев забивает голову скорее всего снимает вопросы вот будут футболисты ну не будем торопиться не будем торопиться давайте досмотрим да игра с Газпромом всем памятным как победу за минуту циклевкарцы тут продолжают атаковать футболисты в Тюмени мяч летит в сторону их пустых ворот не попадает царинный не разобрались чуть не вышел шестым осинцев осинцев просит не покидать переверзиво площадку а вновь вернуться несмотря на то что от ворот Николай вводит мяч и сейчас будет конечно прессинг Абышев свисток там был шуме трибун мне был даже не слышен четвертое нарушение новой генерации и две минуты десять секунд отделяется певкарскую команду от первого от первого в ее истории полуфинала кубка россии но эти две минуты еще нужно отстоять он уже рискует сейчас и нарушение совершенно очевидное Лобков не спорит но это уже откровенно усталость тут новой генерации атака перехват и нарушение правильности просто огромная усталость физически действительно футболисты Тюмени сегодня поднаелись Жоэл будет исполнить судя по тому что он берет мяч ну похоже но то но сейчас вряд ли что-то должно сильно давлеть над португальцам не сказать что удар решающий поэтому наверное есть подозрение что он может забить ты как считаешь забьет я думаю что забьет смотрим разбег очень большой ну всегда Зоэль разбегается так как будто пробивает насквозь вратаря это психологически в том числе когда такой большой человек так разбегается что хочется уйти с ворот но это не тот случай удар не попадает убил что на точность на исполнение с щекой действительно психологически хотел немножко циринного качнуть уйдут и по окончанию матча будут приветствовать команду норильский никель уже ждет в полуфинале ну что я все таки возьму на себя смелость сказать что ждет он новую генерацию а минута двадцать до конца три мяча ну наверное нет наверное нет хотя продолжают атаковать ну посмотрите что происходит но я я думаю что меня сожгут на костре если новая генерация упустит Денис Абышев отдает голевую передачу он голом прибавляет еще и пас действительно он сегодня герой встречи в составе своей команды а Маринио идет разыгрывать и два мяча по-прежнему отделяет тюмень от того чтобы вернуться в кубок ну теперь два мяча уже будут да устраивать будут уже устраивать Жоэл прыгает высоко пошла последняя минута как же не любит эту последнюю минуту Сыктывкар с этого сезона но сил то у тюмени не так много Жоэл бросается на сменку выходит Денис Абышев снова выходит Глужильный Денис Абышев 40 секунд до конца этого матча ох сейчас ёкнуло в груди у болельщиков и мяч будет у хозяев в распоряжении это значит что есть возможность убить несколько секунд даже не несколько она раз десяток заброс на Жоэля тот принимает тяжело Батарево цепляется за мяч Милованов Жоэл Лобков но тут Коко шустрый мертвая хватка и новая генерация считает секунды до окончания но делают это болельщики больше игроки отбиваются мяч идти залетает пустые ворота два две штанги но кого-то сейчас интересует время уходит уходит время для Тюмени а для генерации приходит момент полуфинала секунда встают три буты мы поздравляем новую генерацию с выходом в полуфинал да действительно потрясающая игра потрясающая борьба потрясающий накал много эмоций все стоят у новой генерации в полуфинале кубка где сыграет норильским никелем вот так уважаемые любители мини футбола у нас заканчивается сегодняшняя встреча и естественно болельщики сейчас искупают команду в овациях мы поздравляем всех любителей мини футбола всех поклонников новой генерации с этой исторической победой и на этом Артур мы с тобой должны наверное попрощаться с телезрителями доброго до свидания спасибо Субтитры создавал DimaTorzok